Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Кажется, что о каких-то вещах знают все и говорить об этом просто бессмысленно. Но, как говорил один умный человек, когда я преподавал в первом университете, глубина непонимания аудитории – это величина, которую невозможно переоценить. Поэтому сегодня я решил напомнить вам, что существуют такие теги, как тайтл и дескрипшн. Тайтл – это заголовок, в данном случае, как запустить проект по сбору средств. Дескрипшн увидеть нельзя, как того суслика, но он есть. Увидеть его можно в коде страницы. Вот тайтл и вот дескрипшн. Описание. С тайтл все просто. Это главное, что поднимает вас в выдаче в поисковых системах. Чем меньше конкуренции, точнее, в соответствии запроса в поисковике вашему заголовку, тем выше вы будете в выдаче. Вот. Сейчас мы на восьмом месте. Слово «планете» здесь в кавычках. Если в запросе поставим кавычки, как в нашем заголовке, то переместимся на третье место. Ссылку в YouTube не считаем. На YouTube я, кстати, почти всегда выскакиваю в топ-3, чаще всего на первом месте. А вот что с описанием? Тег, дескрипшн. А ничего с описанием. Дескрипшн здесь в выдаче не соответствует дескрипшну на сайте. А почему? Сейчас. Давайте посмотрим еще одну статью. Вот. Маски дополненной реальности. Сейчас мы на пятом месте. Дескрипшн опять же не соответствует. Дескрипшн у нас про то, что Вова показывает, как использовать, а тут вообще кусок заголовка и начало статьи. Попробуем слово «использовать» маски дополненной реальности в запросе. С одной стороны, тут мы ушли даже из топ-10, поскольку запрос не соответствует заголовку. Но с другой стороны, тут наконец-то в выдаче подтянулся дескрипшн. Дескрипшн и заголовок. О чем нам это говорит? Во-первых, дескрипшн менее важная вещь в SEO. То есть она практически ни на что не влияет. Хотя неизвестно, на каком месте мы бы были, если бы в дескрипшн не было слова использовать. Можно проверить методом логического тыка. Возьмите любую статью, придумайте запрос, измените дескрипшн и посмотрите, что произойдет со статьей. Я почти уверен, что в моем случае она опустится еще ниже. С другой стороны, я почти уверен, что в моем случае, если бы в дескрипшн было слово «создавать» из заголовка, а не «использовать», то статья по запросу «как создавать маски дополненной реальности» в инстаграм могла бы подняться в выдаче минимум на одно место. Но это все предположения. SEO вообще наука не точная. А вот что точно, точнее безусловно, это то, что дескрипшн должен быть минимум 120 знаков. Чтобы поисковик подтянул его в выдаче в сниппет целиком, а не как сейчас. Кусок из дескрипшн, потом заголовок. Некрасиво это. Ну и собственно, что это я рассказал. А где это? Если говорить про WordPress, то стайтл все просто. Это заголовок статиль. Вот он. Кстати, теплица перешла на Гутенберг, чего и вам желает. Ссылка на то, как использовать этот редактор, в описании к видео. А где здесь дескрипшн? В штатной сборке его нет. Тут на помощь нам приходит плагин Yoast SEO. Ссылка на обзор плагина также в описании. Там же про дескрипшн. Но напомню еще раз. Вот он. Изменить описание и здесь раздел мета описания. Собственно, это база. Это должны знать все и использовать все. Но глубина непонимания аудитории – это величина, которую невозможно переоценить. И именно поэтому, просто продумав содержание тегов тайтл и дескрипшн, вы можете легко выскочить в топ-3 по редкому запросу. Другие-то не задумываются об этом. Все любите друг друга, знайте. Знания открывают нам неограниченные возможности. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.